Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок по истории Казахстана для 6 класса по разделу «Казахстан в 13-м – первой половине 15-го веков». Тема урока – Ак-Орда. Цель нашего урока – объяснять политические процессы в государствах 13-15 веков, используя карту. Критерии оценивания характеризуют политические процессы в государствах 13-15 веков, выявляя изменения территории по событиям. Ребята, для начала, чтобы понять тему, давайте зададимся вопросом, как происходили политические процессы в государствах 13-15 веков. С чем они связаны и какую роль сыграла Ак-Орда в сложении казахской государственности? Начнем с того, когда образовалась Ак-Орда. Ак-Орда образовалась в 13 веке на территории левого крыла Улуса Жоши. Основатель Ак-Орды – Орда Ежен, старший сын Жоши. Территория Ак-Орды являлся весь восточный Дежд и Кипчак. Политическим центром Ак-Орды и ее столицей стал город Цыгнак в среднем течении Сырдарии. В 14 веке власть правителей из рода Орда Ежена распространилась и на Улус Шайбани, то есть на всю территорию Казахстана, за исключением Семеречья. Таким образом, территория Ак-Орды состояла из земельных владений двух сыновей хана Жоши – Орда Ежена и Шайбани. Этнический состав Ак-Орды состоял в основном из тюркоязычных племен. Кыпчаки, Хонраты, Аргыны, Алшины, Ханлы, Киреи, Уйсуны, Найманы входили в состав Ак-Орды. Кыпчаки, из которых состояло большинство в Ак-Орде, сыграли важную роль в зарождении и формировании казахского народа. Политическое развитие Ак-Орды связано с периодом правления хана Ерзена и Мубарака. При хане Ерзене и Мубараке Ак-Орда начинает обособляться от Золотой Орды. В правлении хана Ерзена в 1315-1320 годы бурно развивалась городская культура, строились мечети, медресе, торговые центры. Мубарак хан в 1327-1328 годы чеканил свою монету в Сыгнаке. Потерпев поражение от хана Золотой Орды Узбека, Мубарак бежал в Кыргызские земли и далее на Алтай. Ак-Орда окончательно образовалась в результате обособления от Золотой Орды во второй четверти XIV века. В 60-70-е годы XIV века при Урусхане государство значительно укрепилось. В 1368-1369 годах в Сыгнаке Урусхан чеканил свою монету. В 1374-1375 годах он совершил поход в Поволжье, захватив столицу Золотой Орды Сарай-Берке. Опасаясь усиления эмира Тимура в Средней Азии, Урусхан возвратился в свои присардаринские владения. Далее Тимур Малик, сын Урусхана, в 1377 году разбил Тохтамыша под Саураном. А в 1379 году Тахтамыш, одержав победу над Тимур Маликом, подчинил себе город Сыгнак. Власть в Ак-Орде перешла к Тохтамышу, который отказался признать над собой власть эмира Тимура. В 1380 году Тахтамыш, подчинив себе большую часть Золотой Орды и ставку хана Мамая, на время объединил Ак-Орду и Золотую Орду. Последний хан Ак-Орды, внук Урусхана Барак, одержав победу над Улукбеком, внуком Тимура, подчинил себе ряд присардаринских городов. В 1428 году представитель династии шайбанидов Абулхаир захватил власть в Восточном Дешдке и Кипчаке и создал государство Узбекский Улуз. Ребята, а теперь давайте перейдем к практическому этапу урока. Задание номер один. Используя ресурсы и дополнительные материалы по методу Карта Плюс, покажите территорию Ак-Орды. Критерий оценивания. Используя дополнительную информацию об Ак-Орде, показать на карте территорию Орды. Дескрипторы. Учащиеся, используя ресурсы, определяют территорию Ак-Орды. Перейдем к заданию номер два. По методу диаграмма Венна найдите сходства и различия развития Ак-Орды во время правления хана Ерзена и Мубарака. Критерии оценивания. Сравнивать сходства и различия Ак-Орды при правлении Ерзена и Мубарак-Хана. Дескрипторы. Учащиеся, различая сходства и отличия, сравнивают изменения в Ак-Орде при правлении ханов Ерзена и Мубарака. Перейдем к рефлексии. По методу Байти-рек выберите наиболее подходящую для вас высоту, которая соответственно определяет ваши знания, полученные на уроке. Ребята, для того, чтобы изучить эту тему, предлагаю вам ссылки на дополнительные ресурсы. А на этом наш урок подошел к концу. До скорой встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok